И всем привет, ребят, с Мистер Братненькой, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре комбинация, которая поразила всех абсолютно, я в том числе безумно удивился тому, что получается с Дико Вулканом, с Вулканом, который после обновы с Крита уносит просто всё, что движется, и сегодня мы вместе с вами рассмотрим эту замечательную комбинацию, Играть будем на Диктаторе с иммунитетом от поджога, Вулкан с Адреналином и Дрон Ловкач, дабы у нас было больше скорости, и дабы наша башня очень быстро могла поворачиваться, по режиму я думал скатать какую-нибудь ЦП, а вот сейчас думаю, что давайте мы попробуем скатать обычную дефолтную ТДМку и попробовать реализовать эту комбину, я также записал видос с ребятами вместе, который выйдет, я думаю, что чуточку позже, где мы в три Дикого Вулкана наваливали жёсткого контенту, а теперь я хотел бы посмотреть, как это всё дело будет работать в соло, с тем раскладом, что я делаю большой акцент на центральный овердрайв и стараюсь его контролировать, будем играть чисто от него и уже после того, как мы будем забирать овер или не забирать овер, прожимать овер и пробовать максимум реализовывать этот вулкан. Криты сделали эту пушку настолько сильной, что на ней можно по сути унести всю команду за пару секунд, я честно не знаю, зачем делать столь жёсткую имбу, это нужно спрашивать у Ореха, и зачем вообще в принципе было трогать вулкан, который и так находился в хорошей мете, но вы должны понимать, что я, как говорится, тот человек, который, если у нас уже и делается какая-то супер лютейшая имба, то я тот человек, который просто берёт и начинает катать на этой имбе, да, то есть обозревать, для меня лично это контент, да, безусловно, я могу подстроиться к, ну, наверное, большим изменениям в нашей игре, да, связанных с балансом её, сейчас у меня немного подлагнуло, я быстро всё закрыл, надеюсь, лагать не будет, поэтому для меня нет особой проблемы, там, переодеться на какое-то другое вооружение и начать играть на чём-то другом, да, для меня это всё время контент, и всё время я могу всё это дело заобозревать и начать катать просто на новых каких-то супер метовых вещах, да, и с точки зрения такого вулкана, да, почему акцент не делают на диктатор, у которого 10 секунд критов, и то, что с этими критами можно просто эту вещь обузить, я не знаю, я честно не знаю, но понятное дело, что сейчас это дело будет очень сильно работать, и мы будем стараться как раз-таки на протяжении этого видеоролика, и вообще в целом, пока у нас эта мета сохраняется, играть на этом вооружении, если вы вдруг на нём ещё не играли, то мой вам совет, обязательно попробуйте, ничего сложного в этой комбинации нету, ничего там сверхъестественного делать вам тоже не нужно, просто стоите, наваливаете урончик, и всё у вас получается. Я, конечно, пока там в начале лагал овердрайв уже упал, у меня уже у самого 80% овердрайва есть, противник, в принципе, ну, довольно неплохо кучкуется в этой зоне, можно будет как раз-таки в этой зоне где-то и прожимать овердрайв, и стараться уничтожать как можно больше танков. Вся прелесть этого вооружения в том, что резист под критами, под прожатым овердрайвом диктатора не работает, единственное, что сейвит, это броненосец, но и его сила, как по мне, ну, я бы не сказал, что большая, да, то есть нет такого, что там, ох, блин, броник, всё, не могу слить. Даже броненосец довольно спокойно берёшь, вваливаешь в него этого контентика и уносишь. Так, у нас овердрайв падает, а у меня, у меня, блин, было 99%, у меня была как раз-таки возможность, ай, куда ты бежишь, хорош, засейвился, так, у меня как раз была возможность подсейвить этот овердр, ну, ладно. Вжимаем овер, 2 кила есть, противника больше особо сильно не открывается, но троих я успел сбрить. 10 секунд овердрайва на диктаторе это супер много, да, и с тем даже раскладом, что теперь не даётся овердрайв своим тиммейтам, ну, это, в принципе, для меня лично, как игрока на диктаторе, ничего не меняется, да, то есть с точки зрения командного взаимодействия, да, можно было насунуть чуть-чуть проценты, и то в последнее время этот процент стал крайне-крайне маленький. Его зачем делать намного меньше, я, честно, не понимаю, а вот 10 секунд критов это супер много. 9 секунд это было и так много, а 10 это просто жесть. Единственное, что из минусов я могу сказать, против вулкана можно играть на каких-то лёгких корпусах по типу... По типу васпа, по типу харька, по типу хоппера, да. На них можно, ну, что-то, что-то делать, да, там, например, в CTF, в регби, там, улетать, стараться не подставляться, как-то стрейфить, да, против вулкана. И это будет получаться, это будет работать. А всё остальное, любой средний корпус, любой тяжёлый корпус, по которому легко попасть на вулкане, ну, спокойнейшим образом сливается, и никаких проблем нету с его контролем. Так, у нас уже 4 минуты катки прошло, выпадает овердрайв на центр, у меня было крайне мало хп, 9 киллов у меня пока что есть. В соло, к слову, ну, видите, не так супер прям эффективно эта комбинация пока что себя показывает. Если рассматривать её с точки зрения командной игры и прожатых овердрайвов от тиммейтов, то вместе диковулканы могут наносить прям нереально много урона и контрить противника. В соло, видите, ну, не сказать, что прям бомба, да, не сказать, что бомба прям супер залетает, и всё идеально получается. Но всё равно эта комбинация под овердрайвом является сейчас, я думаю, что, ну, если не самой сильной, то одной из самых сильных. Да, что можно здесь ещё на диктаторе взять такого, на чём можно супер жёстко нагибать? Страйкер, правильно? И плюс ещё есть обновлённый гаусс. Но обновлённый гаусс, я думаю, что мы будем тестировать, поэтому по нему я пока что ничего говорить не буду. Но с ним есть тоже положительные изменения, которые могут его показать в лучшем цвете. Так, у нас пока что 11 киллов, мы идём на первом месте. У меня сейчас уже будет овердрайв, соответственно, нам надо поймать какой-нибудь неплохой тайминг на прожатие. Давайте, наверное, сделаем это прямо сейчас здесь. Я вижу, что противничек открывается. Есть один, есть второй, есть три. Третий, у нас разворотик четвёртый будет, четвёртый, пятый, ну почти пятого ещё успел забрать. То есть вот, если вы ловите тайминг, где есть большое количество противников рядом, вот, как раз-таки контроль овердрайва сейчас работает, если заберём, будет супер. Давайте, 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 васпик, васпик не бери, пожалуйста, братанчик, хорошо. Так, и вот под контролинг овердрайва, я его, кстати, в минус не бросал, не знаю, почему он там свалился. Так, раз, до вас, Тарис, четыре, разворотик под пятого, пятый, шестой на навал и седьмого почти ещё набрил. То есть вот так вот можно спокойно реализовать овердрайвы. Плюс вы должны понимать, что за каждый прожатый овердрайв вы сверху ещё получаете по 20 очков. Да, то есть вы фармите за счёт прожатия овердрайва, плюс вы даёте криты своим тиммейтам, которые уже бэмсят, наваливают контента, и плюс, и плюс вы ещё сами за счёт хорошей и рамотной комбинации делаете ветер и делаете очки. И вот это всё дело в сумме даёт вам очень хорошую, качественную прибыль, да, при том, что у меня всего лишь 20 килов в катке, у меня уже 500 очков есть. Плюс нужно понимать, что вулкан это та пушка, на которой очень часто бывает так, что вы наносите просто там по одному типу там 100 урона, по другому типу 100 урона, да, то есть вы просто там ведёте вулкан и попадаете какой-то урон по противничку. И, соответственно, за счёт этого вы уже получаете тоже дополнительную прибыль, дополнительные очки за саппортинг тиммейтов. Так, что касаемо этой катки, у нас остаётся 30 килов до конца. Это хорошо, что у нас будет такая быстрая, лёгенькая досрочечка. У нас будет возможность вместе с вами скатать ещё, может быть, даже одну катку. Бомбу ставить будет? Не будет? Нет. Бомбу. Ой-ой-ой, хорошо-хорошо-хорошо. Давай-давай-давай. Ай, блин, не успел забрать. Не успел забрать овердрайв, к сожалению. Надеюсь, наши тиммейты заберут. У меня 65% овердрайва. Если чё, постараюсь реализовать ещё один овердрайв. Если у нас быстро сейчас келочки не набьются. Так, давайте-давайте-давайте-давайте. 75% есть мне. Ну, пару киллов бы дать было бы неплохо. Пару киллов до овердрайва. Потом реализация овердрайва. И будет вообще всё бомбово и великолепно. 90%. Сейчас респа как раз-таки постараемся всё это дело реализовать. Можно даже, наверное, попробовать сыграть с моста. Вжать с моста оверку. И там как раз на прямой дистанции может быть неплохо получится у нас унести противничка. Так, главное, чтобы тиммейт какой-нибудь под меня здесь открылся. Потому что пока что я тиммейтов особо не вижу. Вот вижу васпика. Давайте под него как раз-таки раздадим. Раз килл есть. Два килл, три килл. Четыре килл, пять килл. Разворот. Шесть. Шесть. Ну, шесть. Хороший. Шесть киллов. Шесть киллов с овердрайва. Плюс двадцатка очков с прожатого овердрайва. Итого шесть киллов. Фиксируем бабки. Сколько? Девяносто, да? Девяносто плюс сто десять очков с овердрайва. То есть, если вы контролите еще овердрайв с центра, каждую, каждые полторы минуты вы забираете овердрайв, каждые полторы минуты его вжимаете. И плюс, еще не забывайте, что вы будете давать не только киллы, но и будете получать по пятерочке с каждого типа, которого вы будете накоцывать. В сумме будете фармить безумнейшие крутые бабки. За такую катку мы делаем тридцать киллов досрочный бой. Семьсот тридцать пять очков. Супер бомба контента ва. У нас, раз уже получилась такая быстрая катка, может быть, мы даже еще одну сыграем. Не знаю, не знаю, как поступить. Сыграть еще одну. Хотя, наверное, в принципе, все понятно. То есть, здесь катать еще один бой. Наверное, нет смысла. Наверное, нет смысла. То есть, мой вам совет. Старайтесь контролировать овердрайв. Каждые полторы минуты теперь плюс-минус этот овердрайв падает. Плюс, если у вас есть возможность играть с кем-то вместе, то берите с собой вместе еще диктаторов и играйте вместе. То есть, каждый по очереди прожимает овердрайв, контролирует ситуацию и вместе вы бемсите. Я думаю, что через какой-то период времени, когда у нас уже появятся другие тоже комбинации на канале, я выложу видос, где мы втроем на Диковулканах наваливаем контент. Если вы хотите увидеть этот видос быстрее, то можем набрать какую-нибудь двухсоточку лайков. Там будет такой хороший, хороший контентик. Ну и по поводу дрона. Многие, я думаю, скажут, почему ловкач. Можно использовать того же снабженца, можно использовать бустер. В этой комбинации самое главное – это быстрый перевод целей. То есть, поворот башни здесь решает супермного. И плюс, ловкач – это скорость. То есть, вы быстро достаете и долетаете до противников. Это куда выгоднее, чем 20 или 30% урона с бустера, либо же саппорт очки со снабженца. Да, можно там саппортить, можно с этого какую-то еще дополнительную прибыль получать. Но вы будете получать с этого прибыль, при этом вы будете проигрывать в скорости в киллах. И плюс-минус вы будете получать то же самое, только вы будете больше рисковать тем, что вы можете не выиграть каточку. Да. А здесь по сочетанию, по моей именно, по моему мнению, да, это прям супер. Прям супер. То есть, ловкачек тут работает идеально. И адреналин дает дополнительные плоды. Да, то есть, играть не на адреналине, а на устройстве с поворотом башни, ну, можно, можно. Но все это будет выливаться в урон. Да, то есть, будет выливаться в цифры. Да, и типа, использовать не адреналин, а поворот башни с бустером, это хуже, чем использовать адреналин и ловкач. Как по мне. Вы, конечно, можете пробовать тестировать, но я думаю, что все равно придете к этому, к этому мнению, которое есть сейчас у меня. Поэтому поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Кемо, личный тег создатель, это TeamB. Устанавливаете его прямо вот здесь, вот так вот. И участвуйте в розыгрыше. У нас уже начался новый розыгрыш с 1 мая, с сегодняшнего числа, с момента записи этого видоса. Видос вы увидите уже днем позже. Поэтому участвуйте в розыгрыше, заполняйте формочку, и, быть может, кто-то из вас зафармит прекрасные призочки. В описании вся информация по этому поводу есть, когда итоги. И что у нас разыгрывается. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.